приветствую вас на сегодня тема вазду для участка про дом будем говорить и про давайте я еще комментарий напишу кроме темы дом дом и растение на участке прикрепить приветствую приветствую то присоединяется у нас эфир по вазду для участка небольшой эфир проведу тема вы задавали вопрос по расположению дома на участке и по растениям я решила добавить рассказать как лучше располагать растения на участке если вам тема интересна оставайтесь добрый вечер пишите ваши вопросы напишите если у вас участок вы планируете строить дом или уже живете на нем а может быть вас есть дачный участок где вы проводите время летом или мечтаете о нем да и я предлагаю вам немножечко узнать законы вазду для того чтобы правильно планировать участок согласно ведической архитектуре правильно планировать расположение объектов на участке чтобы участок был гармоничный и на нем работали энергии гармонично создавали правильные вибрации дать я жизни поскольку с любым пространством которым мы связаны это пространство нас питает теми или иными энергиями дает нам определенную реализацию нашей жизни приветствую приветствую присоединяйтесь рада вас видеть у нас тема расположение дома на участке и растения немножко поговорим про растению потому что часто спрашивают если у вас есть вопросы по вашему участку может быть есть такие вопросы то пожалуйста пишите мы их разберем и девушки прислали мне до этого несколько вопросов скажите напишите пожалуйста меня хорошо слышно не мешает ли вам музыка например и как звук вообще потому что иногда вот звук конечно звук немножко слабый становится вы мне присылали вопросы и в основном эти вопросы были про размещение все отлично благодарю про размещение дома на участке и это один из главных моментов когда у нас есть участок нам самое важное расположить дом на участке и предыдущих эфирах у нас было два эфира по участкам если эта тема вам актуально вы можете посмотреть их в сохраненных эфирах на моей странице или же на на youtube канале я туда тоже сохраняя свои эфиры и мы там разбирали о том что самый главный сектор где необходимо расположить дом это юго-западный сектор или юго-западное направление на нашем участке да нужно найти это направление и постараться как можно ближе к нему к этой оси расположить дом и здесь у нас живет первый элемент давайте буду рассказывать так как будто вы никогда не слышали да про какие-то законы валства для того чтобы если вы новичок то вам было бы все понятно слышно слышно благодарю вас у нас есть зоны притока и оттока энергии зоны притока энергии это северо-запад север северо-восток и восток оттуда приходит благоприятная энергия для нашего пространства и для нашего участка дома я любого пространства да так так нас дает природа и эта энергия она наполняет нас энергией нашей жизни да дает нам энергию для реализации различных сферах но при этом эта энергия питающая она может уходить то есть она идет по направлению севера на юг и с востока на запад и она также может уходить с наш из нашего пространства поэтому сектора которые относятся к юго-востоку югу юго-западу и западу называется секторами оттока до или направлении оттока поэтому нам важно чтобы энергия приходила в наше пространство здесь она задерживалась и как бы не утекалась со стороны зона тока энергии поэтому зоны притока энергии нужно открывать максимально облегчать и зоны оттока энергии юго-восток юг юго-запад и запад то есть это в основном и южные запады и направлении сектора которые рядом с ними находится по направлению их называют их нужно закрывать загружать до за столбить как бы здесь энергией при этом у нас ещё есть нашем пространстве и в каждом направлении и под направлении есть 1 элемент который как бы обладает качествами это направление обладает качествами этого первого элемента или муж или же мы говорим, что здесь живет первоэлемент, то есть у нас есть пять первоэлементов, которые состоят, да, у нас все на земле состоит из пяти первоэлементов, это огонь, вода, земля, воздух и эфир, и эти пять первоэлементов находятся тоже в нашем пространстве, и каждое поднаправление или сектор ответственно за этот первоэлемент, и для того, чтобы наша жизнь была гармонично наполнена, у нас должны быть благоприятно развиваться, как бы жить в нашем пространстве все пять первоэлементов, потому что каждый первый элемент это определенный тип энергии или качества, который дает нам наши качества, да, нашу энергию на реализацию чего-то, да, вода это спокойствие, это коммуникация, взаимодействие, связанное с умом, например, огонь это какое-то действие, желание, эго, какая-то энергия такая активная, да, земля это наоборот спокойствие, воздух, передвижение, эфир это пространство, которое, начальный первоэлемент, который создает пространство, где все формируется. И эти все пять первоэлементов очень важны для нас. И на основании законов притока и оттока энергии, также первоэлементов, которые есть в нашем пространстве, например, первоэлемент вода, он находится со стороны севера, северо-востока, здесь у нас должно быть все, что связано с водой, да, для того, чтобы этот первоэлемент себя здесь чувствовал хорошо. С воздухом у нас связан северо-запад и запад, северо-запад это активный, подвижный воздух, потому что это зона притока энергии, запад, мы помним, да, что энергия там уходит, это энергия, которая, то есть это сектор или направление, которое имеет качество спокойного воздуха, то есть здесь не надо намного подвижности, наоборот, мы загружаем, останавливаем здесь воздух. И у нас есть первоэлемент земля, который находится со стороны юга, юго-запада, с землей это связано все, что такое тяжелая масса, какая-то материя, более темные цвета, более тяжелые плотности, грубые поверхности это все с землей связано, и земля, она дает нам такую устойчивость, какую-то стационарную энергию, энергию что-то сохранить, да, то есть, например, у нас есть воздух, вода, огонь, такие более подвижные, но все, чтобы мы в жизни могли, например, накапливать, чтобы мы могли, как бы, получать результаты, не просто делать действия ради действия, да, нам тоже нужен хороший элемент земли. Огонь у нас находится со стороны востока, юго-востока, да, и все первоэлементы я произнесла, да, ничего не забыла. И поэтому мы, зная качество первоэлементов, зная, где у нас зоны притока и оттока энергии, так мы и организуем наш участок, да, чтобы все первоэлементы себя чувствовали хорошо, чтобы все направления чувствовали себя хорошо. Тогда у нас будет, как бы, полный набор, полная чаша, да. И где же располагать дом? Самый популярный вопрос. Дом – это большая масса, да, большая масса – это сильный первоэлемент земли. Его, конечно же, нужно размещать на участке, в секторах, где у нас и живет земля. Это юго-запад и юг. При этом юго-запад – это у нас самая сильная зона оттока энергии. Его еще называют сектор хозяина в доме. И здесь нужно размещать дом хозяина, да, для того, чтобы вибрации участка правильные, да, создавались. И здесь у нас будет дом, который будет давать нам хорошую загрузку. Этот сектор должен быть самый загруженный, как на участке, как в нашей квартире или в доме юго-западный сектор, самый сильный первоэлемент земли здесь должен быть, самая сильная зона оттока. Чтобы энергия здесь не уходила, мы здесь должны очень хорошо загрузить. Поэтому нужно ставить дом как можно ближе к юго-западному направлению. И это основное правило васту. Но на практике у нас чаще всего получается немножечко по-другому, потому что у нас более, как бы, такие нестандартные условия, да, где мы устроим. У нас могут быть повернуты участки не по сторонам света, участки могут быть вытянуты в большой или маленькой форме и так далее. И вот такой вопрос. Где лучше место для самого дома? На участке в центре или на юго-западе, да? Как только что я сказала, это на юго-западе. Но бывает такое, что участки небольшой формы, и поэтому дом, он не может, например, разместиться только на юго-западе, да? Он занимает часто большую часть участка, да? Есть небольшие размеры, и поэтому он попадает, например, в центр, да, в Брамастан, это центральный сектор нашего пространства. И здесь он дает загрузку. И в таких есть несколько рекомендаций и есть несколько мнений по поводу того, можно ли размещать дом относительно центра Брамастана участка, то есть Брамастан центральный сектор. И, например, есть рекомендации, если у вас совпадает дом и Брамастан, то желательно совместить, да? То есть есть центральная точка нашего дома и центральная точка нашего участка, да? И желательно их тогда совместить. Если у вас нет вариантов не загружать Брамастан, тогда лучше совместить. Но есть два разных мнения в Асту, да, которые я вам озвучу. Кто-то говорит, ну, делайте совмещение, а другие, другое мнение, делайте совмещение, но при этом у вас должны быть дом построен по яде расчетам. А яде расчеты, это такие, это есть система планирования, проектирования дома, да? Это когда высчитывается размерность специально под вас, под ваши индивидуальные данные. там берется дата рождения, ну, в общем, астрология, и по ней высчитывается специальная размерность, например, длина и ширина дома, да? Это называется яде расчет. И когда делают такие яде расчеты, то этот дом, он находится в вибрациях с вами, потому что он рассчитан под вас. Он не просто взял в размерностях, там, например, 5 на 5, да, из ума, а он высчитан индивидуально под ваши вибрации. И сейчас мысль была. И такой дом будет намного сильный, более сильный, то есть вы будете намного лучше себя ощущать в таком доме, который именно сделан по расчетам под вас. То есть, например, расчеты будут не ровно 5 метров, а, например, 5 метров 10 сантиметров, да? И вот эти такие точности, они очень сильно подпитывают и дают, ну, то есть очень сильно влияют на жизнь человека, поскольку, представьте, дом именно сделан в ваших вибрациях. И если смотреть их историю, то в зодчестве, да, или домовоз, и у славян, они тоже строили из живых единиц размерности, из живых размерностей. У них были, там, например, аршин, локоть и так далее. И это, например, локоть брался у хозяина дома, да, который вот дом строит, и, например, 10 локтей в длину, 10 локтей в ширину. И это его природная размерность, то есть дом соразмерен с телом человека, который там живет, представляете? И благодаря этому дом, он, как бы, входит в такой резонанс с хозяином дома. Чьи расчеты берутся хозяин или хозяйки будущего дома? В первую очередь делаются расчеты хозяйки, потому что женщина, она больше связана с энергией дома. Мужчина, он более социальный, у него, как бы, энергия такая, более за пределами дома, да, реализовываться, а внутри дома больше реализует свою энергию хозяйка дома. Но когда делаются аяди, то есть сначала хозяйка, но при этом проверяются также хозяина, и, например, дети у них есть. И если кому-то, например, подобрали величину для хозяйки, и дальше для хозяина, для детей, если есть, и для них, например, неблагоприятные несут какую-то размерность, отрицательное качество, там тоже есть те, которые, например, не только неположительные, они еще и, как бы, губительные могут быть, то тогда берется следующая величина, и точно так же прогоняются по всем расчетам. Там такие несколько формул, которые постоянно рассчитывают, рассчитывают одну величину, вторую, третью, четвертую, и пока не выберут, найдут ту, которая будет всем благоприятна, да, ну, по крайней мере, кому-то более благоприятно, кому-то менее, но не губительна. Дальше. Про Брамастан, да, то есть если у нас совпадает Брамастан дома-брамастан участка, то как минимум здесь в доме нужно оставить свободное пространство, то есть, например, здесь делать гостиную, да, то есть не делать здесь туалет, не делать здесь какую-то кладовку, то есть, как бы, сам сектор максимально свободный, хорошо освещенный, окна, может быть, еще какое-то верхнее освещение, да, то есть максимально, чтобы здесь было пространство и свет. Благодарю, да, я вас благодарю за хороший вопрос. И следующий вопрос, это можно ли на юге у самого забора ставить дробник или надо отступить от забора, да, есть тоже такой момент, что в нашем, на нашем участке, когда мы ставим дом, и у нас, как бы, есть такой пояс, пишачья называется, например, вы, если вы представите участок 9х9, может быть, я не получила картинку, я ее подготовила, вот, но ее не видно, да, смотрите, вот у нас дом, ага, давайте другую, так, наверное, нет, не получится, здесь у меня написано 1 9, видите, то есть, у нас должно быть от нижнего и слева, который находится пояс, у нас здесь должно быть расстояние от забора до дома, это называется пояс пишачья, то есть, это должно быть свободное пространство, вы берете свой участок, делите его сеткой 9х9 и находите по периметру этот пояс, да, то есть, это 1 9 ширины и длины, этот пояс, он должен оставаться, так, я здесь, и этот пояс, он должен оставаться свободным, его можно там, например, ставить какие-то, ну, растения, да, посадить, какие-то небольшие, что у нас там может быть, там, теплица попадает, или еще что-то, но не ставить, например, там, дом или не ставить какое-то большое тяжелое сооружение из кирпича, то есть, какой-то сарай тяжелый, такой огромный, да, или гараж вы ставите, нужно отступить, это желательно делать, не всегда получается, но, в принципе, если, например, смотреть инженерные строительные нормы для участка, да, то там тоже есть условия, что от ближайших сооружений до забора должно быть, там, 3 метра, и от других строений 1 метр, кажется, да, то есть, примерно, у нас всегда этот, между домом и забором соблюдается этот размер, но, с другой стороны, где не дом, а, например, еще что-то вы хотите посадить, да, поставить какое-то строение, нужно, то есть, одно девятое стараться оставить свободно, давайте я прекратить, для чего это нужно, для того, чтобы энергия свободно могла перемещаться по нашему пространству, она у нас постоянно движется, взаимодействует один сектор с другим, первоэлемент один с другим, взаимодействует, как бы течет энергия по спирали, по часовой стрелке благоприятная энергия, и этот пояс именно для того, чтобы энергия двигалась на участке, можно ли строить теплицу на западе, рядом с домом, да, до теплицы дойдем, в принципе, можно, но нужно смотреть, что у вас с западным сектором, да, и какую теплицу вы будете делать, то есть, например, дровник, то есть, какие у него размеры, да, это вот вопрос, девушка, можно ли там ставить дровник, или нужно отступить от забора, желательно отступить, нужно тоже смотреть, насколько у вас, вот, по загрузке участка, то есть, например, там, небольшой дровник для вашего большого участка, может быть, он не будет, да, если, как бы, смотреть соразмерность в пропорциях, да, то есть, нужно тоже здесь чувствовать, есть правила васту, но мы тоже всегда смотрим на практике, если у вас небольшой участок и огромный дровник, да, то, как бы, не стоит здесь загружать, поскольку вы загрузите этот пояс, и, как бы, тяжелее станет энергии продвигаться по участку, надеюсь, я ответила на вопрос, то есть, вам понятно, еще вопрос, где и как поставить дом на участке, ориентир северо-восток, юго-запад, неправильная форма, участок неправильной формы, и он, скорее всего, вытянут, да, ориентир северо-восток, юго-запад, как бы мы и размещаем участок как можно ближе к юго-западу, также мы захватываем благоприятно южные направления, западные направления, юго-восточные тоже, может быть, если у вас какая-то часть дома, например, попадает, да, то есть, все зоны оттока благоприятно загрузить, при этом самое загруженное это юг, потом юг и запад, да, и немного юго-восток тоже хорошо загрузить. Так, вот еще вопрос, добрый день, жду эфир, соседство кладбища за 2,6 километров, ну, да, то, что у нас находится за пределами нашего участка, какие-то объекты у нас есть, там, понижение, повышение грунта, река, любые объекты, в зависимости тоже от их размера, они влияют на нас, то есть, имеют более сильное или более слабое влияние на наш участок. Вот, например, кладбище или какие-то неблагоприятные, это нужно брать участок, чтобы как минимум один километр был, да, то, что говорит вас тут. 2,6 километров, это уже как бы, уже меньше влияния. Нужно смотреть еще между этими объектами есть какие-то строения, да, то есть, или просто поле, допустим, да, поле это уже свободная энергия движется, если у вас там ряд домов, если еще какие-то высотки, допустим, есть, то есть, высокие дома, да, то есть, какая-то масса тяжелая, масса, земля, это вообще поглотитель негативной энергии, да, то есть, если у вас, например, между неблагоприятным объектом, между вами свободное пространство, то нужно загрузить, чтобы земля, первоэлемент земли поглотил негативную энергию. То есть, сделать какой-то тяжелый забор с этой стороны, да, из камня, из кирпича, чем более массивный он, тем лучше, использовать металлы, металл тоже у него очень высокая плотность, очень сильное проявление первоэлемента земля, какие-то строения поставить, например, между вашим домом, допустим, и какой-то неблагоприятный объект есть, да, который несет негативную вибрацию, может быть, вы построите между домом и ним какое-то там строение небольшое у себя на участке, но мы посмотрим, чтобы это было со стороны зоны тока энергии, да, со стороны зоны притока энергии нежелательно загружать, уже выбирать какие-то более, ну, скорее всего, васту коррекции, корректоры закладывать на участке нужно для того, чтобы убрать это негативное влияние. Ну, 2,6 километра это уже достаточно, как бы, не такое сильное влияние, но если вы чувствуете, иногда люди прям чувствуют, да, они говорят, ну, у них есть какой-то ощущение, они могут чувствовать астральный мир или им там сны снятся, или они прям ощущают, что есть влияние, допустим, кладбища, то можно добавлять на участке то, что я сказала, да, то есть усиливать, добавлять элемент земли между домом и вот кладбищем, в данном случае, если это со стороны зон притока, оттока энергии, то есть отток энергии, это юг, юго-восток, юго-запад и запад, мы там загружаем, добавляем первый элемент земли, то есть строение, камень, кирпич и так далее, что-то тяжелое, да, что-то из таких тяжелых материалов. Если со стороны зон притока энергии, то корректируем уже с помощью васту-корректора, вот, также можно высадить, например, посадку деревьев сделать, да, или же посадить сосны, да, они тоже, как бы, пирамидальной формы, какие-то растения, они отсекают негативную энергию. На вопросы я ответила, было немного вопросов, напишите, если у вас есть вопросы. Мы перейдем к растениям. Так, растения на участке тоже часто задают вопрос, где размещать лучше огород, да, где размещать теплицу на участке. И мне хочется ответить таким одним предложением, что растения, они могут находиться везде, да, то есть везде благоприятно, чтобы были растения. Единственное, огород или, там, фрукты, овощи, какие-то травки, то есть они несут сильное влияние на энергию участка. Например, если у вас, не знаю, на юге, там, овощи просто растут, да, огурцы, помидоры, то есть они не будут нести такое сильное влияние на сектор. Если сравнить это влияние со строениями на участке, то самое сильное влияние это дом, гараж, различные пристройки, строения, там, баня, например, барбекю, элемент огня, бассейны, септики, колодцы, вот это очень сильное влияние, да, и различные, что-то у нас, колодцы и погребы, да, вот тоже про погребы, очень такая тема. Вот это очень сильно влияет. Растения не так сильно, то есть они практически не влияют. Единственное, они могут добавлять какой-то там вишенка на торте, можно так сказать, то есть какой-то элемент, да, улучшающий, гармонизирующий. Но категорично они не могут как-то слишком изменить вас, то вашего дома, если там есть, ну, то есть стоят все остальные перечисленные элементы, да, там, туалет на улице, где находится, в каком секторе, да, и это вот сильное влияние, септик, колодец, это понижение грунта, да, очень сильное, когда мы забираем часть грунта или наоборот повышение, загрузка, да, вот это больше всего, и мы это мы все разбираем на курсе ВАСТу для участка. Если вас интересует планирование участка, вы хотите узнать основные законы ВАСТу, как это все работает, я вас приглашаю на этот курс, научитесь анализировать пространство, можно после этого курса анализировать даже квартиры, в которых вы живете, понимать качество секторов и за что они отвечают, как, в каком состоянии они у вас находятся, где нужно корректировать, где не нужно корректировать, можно как правильно выбирать участок, как правильно планировать на нем все, да, то есть от дома до растений, входы, въезды и так далее. Итак, растения, но у нас есть, например, единственное правило, высокие растения, которые имеют большую высоту и, например, густоту, они больше останавливают, например, движение энергии, чем небольшая там травка, например, какие-то овощи низкие, да, растут у нас, по сравнению с высокими деревьями, то есть мы можем представить, да, по высоте растения и по густоте, по его какой-то силе, то есть, например, деревья, это загрузка, и чем пышнее крона, тем больше они как будто закрывают движение энергии, и деревья лучше размещать в зонах оттока энергии, да, этим они будут закрывать этот отток и будут лучше как бы работать на участок, то есть, например, какие-то фруктовые деревья на юго-востоке хорошо, но они также будут благоприятны и на юго-западе, и на западе, и на юге, какие-то хвойные здесь тоже будут благоприятны, они будут корректировать зоны оттока, например, если у вас свободны эти зоны на участке, у вас дом стоит, допустим, со стороны севера, северо-востока или востока, зон притока энергии, да, то есть здесь дом блокируют, вы получаете автоматические ухудшения по этим сферам, да, например, северо-восток, если там стоит дом, то человек может прожить всю жизнь на одном уровне примерно, ну вот ходил на работу с 8 до 5 вечера, да, каждый день на одну и ту же работу, как-то экономил, я жил, и вот такой более, какой-то нету, не было роста, да, то есть определенно на одном уровне. Восточный сектор, если загружен будет домом, то это, например, здоровье может ухудшаться, потому что здесь именно энергия вот для здоровья приходит, броническая энергия, энергия жизни. С севера это тоже, это вот проблема по деньгам, может быть, деньги так трудно будут даваться, да, то есть прямо через какой-то очень тяжелый труд, потому что энергия денежная, она идет, и она получает как бы препятствия от дома, да, и она с трудом приходит на наш участок, да, как бы в центр, мы представляем, что энергия движется в центр. При этом у нас открыты, да, в этих случаях у нас открыта зона оттока энергии, там именно где должна быть загрузка, и мы добавляем, например, с помощью высоких деревьев и корректируем этот участок. Но если вы там посадите несколько деревьев и дом, да, тоже сравнить, это дом и несколько деревьев, то есть по массе, они, например, не так соразмерны, но при этом деревья, они могут убирать негативные энергии, то есть у нас с южного направления приходит такая разрушающая энергия, такая огненная, конфликты могут быть, что-то ломается постоянно, какие-то препятствия, проблемы. Мы, из западного тоже, да, это может, и мы, когда садим, например, деревья, или есть у нас коррекция с помощью сосен, сосны сажаются, то это как бы отсекает частично это негативное влияние этих направлений. Цветы, цветы, например, мы можем садить тоже в каждом секторе, но выбирать, например, цвет, который больше подходит для каждого направления. Вот, например, на северо-западе хорошо белые благоухающие цветы садить, на востоке красные, например, посадить, они будут усиливать энергию сектора. На юго-востоке тоже могут быть цветы, да, здесь у нас вообще сектор Венеры, какие-то благоухающие цветы, можно здесь, можно здесь какие-то разноцветия, какие-то клумбы красивые составить, композиции. При этом клумбы, например, можно создавать форму, подпирать клумбы, отделку, да, где-то можно камень, камнем, где-то можно не делать, да, какую-то тяжесть. Это тоже зависимость от сектора, да, и это мы подробно разбираем на курсе, потому что у каждого сектора есть свой цвет, свой материал, который больше всего подходит, для первоэлемента, который здесь руководит всем, форма, рисунок. То есть это всё является проявлением энергии, да, тип энергии тот или иной. И вот, например, цветы вы посадили в этом секторе, у вас более благоприятно будет какая-то круглая клумба, да, например, на северо-западе, на севере, на северо-востоке. Квадратные клумбы лучше выбирать в зонах оттока энергии, поскольку квадрат это первоэлемент земля, да, нам нужна здесь земля в зонах оттока энергии. Это тоже одна из форм коррекции. Например, колючие растения. Колючие растения, их нежелательно вообще иметь на участке, но если есть, то мы добавляем их в зоны оттока энергии, да, потому что колючки, они как бы разрывают энергию, и лучше это будет со стороны зоны оттока энергии. Вот, поэтому вот розы, например, нехорошо садить на востоке, с северо-востоке, там, в севере, северо-запад так, ну, лучше тоже будет не садить, выбрать какие-то другие там цветы, поскольку колючие такие розы, да, можно еще как-то на юго-востоке разместить. Очень много таких советов по поводу растений. Мы на курсе, да, разбираем. Что еще хотела добавить? Теплицы. Теплицы у нас могут тоже быть везде, но мы смотрим. Теплица, это у нее уже есть какая-то высота, какая-то форма, да, то есть, например, у нас энергия движется, мы представим, как ветер, да, ветерок небольшой, вот движение энергии. Теплица же останавливает ее? Да. Какая теплица не будет останавливать, будет меньше останавливать? Обтекаемая форма, да, то есть, скругленные теплицы можно делать со стороны северо-запада, севера, северо-востока и востока, да, небольшие теплицы, какие-то стеклянные, да, те, которые прозрачные, которые дают как будто отплески, движение энергии. Если вам нужно, ну, лучше, например, на северо-востоке оставить просто пустое пространство, не ставить там теплицы, потому что это самый свободный сектор, он противоположный юго-западному сектору, юго-западный должен быть самый тяжелый, северо-восток самый свободный сектор. Поэтому, если у вас, например, выбор между северо-востоком или севером или востоком, да, то лучше северо-восток оставить свободным. Например, если у вас теплица, у вас свободные зоны оттока энергии, это запад, юго-запад, юг, юго-восток, вам нужно здесь поставить, то есть, у вас здесь нет дома, нет никаких строений, вы можете с помощью теплицы скорректировать эти зоны, поставить какую-то квадратную теплицу, да, какая-то пирамидальная форма, у нее пирамидальная форма у нас корректирует зоны оттока энергии, и сделать ее с какой-то более плотного материала, на больших форм, да, матовой поверхности, то есть, обить ее каким-то не стеклянным, какой-то матовой такой поверхностью, материалом, и сделать именно пирамидальную форму, это важно, это будет корректировать, уже улучшать энергию сектора. Пишите, если у вас есть вопросы. И так мы работаем с каждым элементом, да, то есть, нам нужно понимать, это улучшает энергию сектора, зоны притока энергии, или это может загрузить, например, тогда мы переносим в зоны оттока энергии, и там размещаем. Например, по растениям еще что благоприятно? Благоприятно на севере, северо-востоке делать какие-то небольшие сажать травки, салатики, зеленый горошек, например, можно, да, что-то вот связанное с зеленью, различные виды салатов, да, вот здесь посадить. Какие-то лечебные травки, допустим, эвкалипт вдруг у вас растет, что-то еще такое вот прям связанное с... Они имеют еще запах, да, своеобразный, очень активный запах эти травки. На запад благоприятно разместить. Что еще? По деревьям еще добавлю. Если у вас есть, например, высокие деревья на участке, обратите внимание, неблагоприятно, если они дают тень на дом, да, если у нас рядом дерево, лучше такой спили. Убирайте часть кроны, да, чтобы не падала тень или как можно меньше, поскольку это влияет на энергию дома, да, у вас дома, когда у нас падает тень. Если у нас есть, например, ель или сосна, ель вообще, она такая... не для всех подходит. У кого, например, негативный Марс в карте, что часто бывает, ель, например, это негативное растение будет для этого человека на участке. Сосна, она подходит практически всем. Ну, всем подходит. Ну, при этом, если у нас, например, на участке есть сосна, то есть или ель, и у нас есть дом, да, у него есть крыша, я об этом как-то писала в сторис, и есть конек, да, самая верхняя точка, и растет это дерево, сосна, и если она перерастает, конек дома выше становится, то такое очень часто бывает, и вы писали, даже вот мы общались в сторис, и мне писали женщины, да, одна женщина точно написала, вторая, да, две женщины написали, что у них так и случилось, что хозяин дома, он как бы уходит из этой жизни, умирает, когда перерастает сосна, конек этого дома, поэтому нужно спиливать, нужно следить за этим, за этим, это такой очень распространенный момент. Одна женщина написала, что да, у них так и было, вторая написала, что они посадили, ну, как бы они жили, и так случилось, другая написала, что они не садили, они купили уже участок с такими соснами, и у них тоже случилось, муж умер, когда вот сосны выросли, сосна выросла, конька, выше конька. Вот такие моменты. Также высокие растения, да, с большой кроной, если у вас есть со стороны зон притока энергии, или за пределами вашего участка, тоже лучше или не сажать, да, или же если есть, то как-то опиливать, убирать широкую крону, со стороны, например, северо-востока, востока, севера, такие деревья, они будут ухудшать вашу жизнь на этом участке, да, лучше там спилить, ну, конечно, дерево спиливать, спиливать не самое благоприятное дело, кстати, нужно, знаете, что нужно общаться с такими, ну, например, с дерева вы хотите спилить, нужно к нему обратиться, попросить прощение, поблагодарить его за что-то, то есть нужно взаимодействовать с растениями, особенно с деревьями, у них тоже есть своя душа, можно так сказать, ну, не такая, как у нас, там другая, уровень, точка сознания, уровень сознания, но тоже есть своя энергия, творца, и перед спиливанием, да, нужно обратиться к этому дереву и попросить у него прощения, сказать, что для чего, чтобы это будет благоприятно, то есть вы не нанесете такой вред, и еще, еще очень интересный момент, вот у меня Елена была в начале по травам, мы проводили, если вы здесь, дайте знак, мы проводили совместный эфир про травы, лечение травами, очень интересный эфир был, и Елена поделилась со мной о том, что на участке очень часто растут травы, те, которые необходимы для здоровья хозяина участка, хозяев, да, те, кто живут на участке, точно так же я слышала такую же информацию про овощи, фрукты, то есть то, все, что дает участок, он находится как бы в со-вибрациях, с, будем говорить, хозяином участка, но мы имеем в виду всех, да, кто проживает, то есть, и природа дает ему определенные фрукты, овощи, то есть закладывает уже определенные элементы в растения, да, в урожай, те, которые нужны хозяину, хозяину участка, хозяину дома для его здоровья. Мы тоже это обсуждали с папой, и по травам тоже, да, и будут расти те травы, которые нужны для хозяина, и можно, вот Елена говорила, что можно даже отследить, что какая-то трава, она, например, от определенной болезни помогает, и она говорит, я могу даже прочитать, что, например, на участке растет, допустим, подорожник, а он, там, если его употреблять, точно не помню, допустим, для пищеварения, да, он хорошо лечит, там, что-то, то будет понятно, что у хозяина этого участка есть проблемы. Представляете, вот сама трава, да, дикорастущая, они вот так вот появляются на участке, поэтому можно тоже смотреть, что природа нам дает именно то, что нам нужно, и, например, будет очень хороший урожай какого-то определенного каких-то фруктов или овощей, которые именно на сегодня нужны хозяину, они будут иметь именно ту структуру, как бы у них уже закладывается энергия для здоровья хозяина участка. Это очень интересный момент, то есть вы можете даже что-то выращивая, обращаться к своим растениям, овощам, фруктам, деревьям и просить у них, например, чтобы они дали вам те плоды, которые дадут вам здоровье, например, какую-то может быть болезнь победить и так далее. поскольку природа очень живая и очень разум, у нее определенное есть сознание и она все дает для нас, дает все, что нам нужно. вот так вот. И участок это очень хорошо, конечно же. Так, вопросов нет. Приветствую, кто присоединился. В конце, посмотрите, пожалуйста, сначала мы размещали дом, потом говорили о растениях. На участке, конечно же, это очень маленькая часть, знаний и каждая тема это отдельный урок и про растения и про то, как правильно размещать дом, как правильно выбрать у него въезд, вход в дом, в какой паде, с какой стороны нужно заходить в дом. Это очень много, как бы это раздельно, отдельно нужно каждый вопрос разбирать и поэтому я приглашаю вас на курс ВАСТУ для участка. До конца недели мы еще добавляем туда людей. и там будем это все разбирать. Если вам актуально, пишите, пожалуйста, в Директ или же на странице аккаунта можно найти ссылку. Благодарю вас, что вы были со мной, благодарю вас за вопросы, всех благ вашим домам. Пока-пока. Пока-пока.